Всем привет! Меня зовут Геннадий Корнеев. Я занимаюсь изучением национальной истории, традиций, обычаев и культуры. Сегодня я расскажу вам уже в видеоформате о том, почему у калмыков нет имени Цицик. Сейчас, когда открыты границы и мы свободно общаемся, ездим в Монголию и Китай, к нашим соотечественникам, монголам и айратам, мы, как правило, сравниваем их культуру со своей и находим. И это очевидно и сходство, и различие. Все-таки нас разделяет 400 лет. Как-то близкий друг спросил у меня о том, почему у калмыков нет имени Цицик, которое есть как отдельно, так и в сочетаниях Сарна Цицик, Алтын Цицик, Алдун Цицик. Красивые же и старинные имена, почему же их у нас нет? И мне стало интересно. Результаты поисков причин этого странного явления нашей культуры увенчались успехом. Женщины во всем мире любят цветы. И наши айратские женщины тоже тому не исключение. А значит, и имена со словом Цицик тоже всегда были. Ну и почему же у нас калмыков они исчезли? А это связано с запретом, который наложили наши предки ввиду очень серьезных оснований. На исторической родине айраты практически не болели оспой. А оспа по-калмыцки называется Цицик, потому что зажившие ее язвы напоминают цветы. Калмыки верили, что оспу вызывает демон, имя которого Цицик. И если крикнуть Цицик на ухо калмыку, то он может умереть от страха, так как это имя демона и произносить его нельзя. Этот факт описан в книге «Быт калмыков Ставропольской бубернии» Якова Дубровой. Выходит, что произнесение слова Цицик связывалось с призыванием демона, приносящего оспу, а поэтому оно оказалось под запретом, как и имя. Кстати, многие калмыки старики называли и обычный цветок Цицка – зрачок. Хотя зрачок, как кажется, был так назван в связи со сходством его с цветком. Так и получилось, что сначала придумали название цветку Цицик, потом по аналогии с ним назвали зрачок, а потом и оспу. А из-за оспы запретили слово Цицик, а цветок стали называть словом зрачок. А имени такого у нас по этой причине нет до сих пор. Продолжение следует... ... ...